Бог благ! Бог благ! Бог благ! Слава Богу! Вы знаете это? Что значит благ? Добр, хорош, прекрасен для нас, да? Вы знаете, когда у нас не хватает чего-то, мы надеемся на Божью благодать, и мы не просто надеемся, мы знаем, что эта благодать будет работать в нас, правда? Я чуть-чуть вам направлю, мне достаточно двух. Хорошо. Вы знаете, я хочу начать с одного места Писания, и отсюда выйдет наша проповедь и слово, которое буду проповедовать. Давайте откроем первое фессалоникийцам. Первое послание фессалоникийцам. Мне нравится это послание, я его часто цитировал. Всегда радуйтесь, 16 стих мне нравится, но мы не с этого начнем. Пятой главы. 23. Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранятся без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Вы знаете, наш Бог не религиозный. Кто из вас знает это? Мы верим в Бога, который освящает нас своим словом, но я знаю, что Бог не религиозен. Он не создает религию, он создает веру, и он хочет изменять нас определенным образом. Но Библия говорит, что мы должны быть святы, потому что Бог свят. Имейте святость, без которой никто не увидит Господа. Вы знаете, что привлекает к церкви вообще? Почему люди идут в церковь? Есть определенное что-то, что очень тянет любого человека, это святость. Бог есть святой Бог. О, я вам простой пример приведу. К нам приезжал в прошлый раз служитель, и он сказал, что свидетельствовали сестры, что там братья, можно приходить в церковь, они не разводятся. И знаете, что их научило не разводиться? Слово Божие. Если сестра научена правильно Слову Божьему, она никогда не разведется со своим мужем. Это святость. Это чистота и святость. Из-за этого они свидетельствовали и приводили в церковь неверующих сестер, братьев, чтобы они находили там жён, мужей. Это неплохо. С одной стороны, неплохо. Но привлекала святость. Вы знаете, Бог есть Бог святой. Он что-то ещё делает через освящение. Святость Его, она делает что-то нас, она просвещает наши мысли. Она извергает тот грех, который обличает нас во грехе. Вы помните видение Исаии, который видел Бога Высокого, Превознесённого? И Библия говорит, что Он пал замертво и сказал, горе мне, я человек с нечистыми устами, потому что живу среди народа с нечистыми устами. И что-то прикоснулось к Его устам. Вы знаете, некоторые люди не могут избавиться от плохих слов. О, есть такие здесь? Поднимите руку. Слова-паразиты. И вы боретесь с ним, боретесь и никак не можете. Но Бог, Он святой, Он желает нас избавить от этого. И вы знаете, приятно с верующими разговаривать. Потому что верующие, они какие-то добрые, ласковые, и у них нету слов паразитов. Это святость. Библия говорит, отделитесь, и мы должны быть святы и непорочны перед Ним, ещё в чём-то. И Библия говорит о любви, потому что любовь – это то совершенное, что дал Бог нам. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, в чём святость. То, что мы, что бы ни происходило, какие трудности мы не переживали, мы не бросаем, мы не перестаём любить своего Господа. О, если люди ощущают чуть-чуть трудности, они чуть-чуть гонения, и они бросают своего Бога, но мы же святые и непорочны перед Ним. Наша любовь, она не заключается в том, что когда у нас всё есть. Святость – это когда ты отделён от этого мира, ты не похож на этот мир, ты совсем другой, и ты не такой, как все. Сам же Бог, да, осветит вас. Смотрите, как происходит это освящение, я хочу с вами поговорить об этом. Мы некоторые думаем, что освящение происходит вот и всё. Но нет, это процесс. Это как энергия, которую мы получаем от него, которой заряжаемся и которой мы становимся для этого мира. Сила, которая удерживает этот мир ещё от разложения. Давайте прочтём. Это Иоанна, 17 глава, 17 стих. Можете открыть, я не буду открывать. Там написано. 17 глава, 17 стих. Открой, пожалуйста, быстренько. Не успеешь? Быстро. Освяти их истиной твоей. Освящение происходит через истину. Не через букву. Потому что буква, пережёванное слово. Некоторые создают учения. Даже некоторые философы берут Библию и начинают на свой лад трактовать. Тут написано о свете их истины. Истина есть Слово Божье. Которое мы изучаем, которое открывается нам посредством Духа Святого. И я вам хочу сказать, что вы должны научиться изучать посредством Духа Святого Слово Божье. Оно должно открываться вам. Выбросьте все книги, которые есть у вас, дополнительную литературу, потому что она вас не освящает. Она вас загоняет в рабство. Но истина освящает вас, потому что Иисус молился о том, чтобы истина освятила. Вы хотите свой словарный запас увеличить и уменьшить те слова, которые паразиты? Слово Божье. Освети их истинною. Я недавно читал книжку, которую написал современный христианский проповедник, и там были слова-паразиты. И мне не нравилось это. Но в Библии я не нахожу этого, кроме порождения Ехидины. Но мне нравится то, что я читаю в Слове Божьем, и оно назидает, оно дает тебе силу быть святым и непорочным. Святость приходит от Слова Божьего, открытого Духом Святым. Когда ты приходишь в Слово Божье, начинаешь изучать, Слово Божье начинает менять тебя. Открой Ефесянам 5 главу. 5 глава, 26 стих. Мне нравится 5 глава, 26 стих. Открой быстренько. Ефесянам 5 глава. Тебе придется сегодня быстро это делать, Саша. Чтобы осветить ее, очистив баню водную, посредственное Слово. Тут говорится о церкви. Тут говорится о церкви, баня водна. Вы знаете, мы сегодня чувствуем себя уже как в бане, потому что пот течет, жара и так далее. И вы знаете, баня – это испытание для тела. Это не всегда то, что мне нравится, телу моему нравится. Некоторые тело не выдерживают, некоторые в бане умирают. Вы знаете это? Не все полезно. И люди, которые слушают Слово, оно не всегда приятно, но оно прочищает поры. Оно очищает меня изнутри. Слушайте еще раз внимательно. Что делает баня? Она очищает меня изнутри. Кто в курсе, что такое баня? Когда ты потеешь, и твои поры открываются, все открывается, и этот пор вычищает твою кожу изнутри. Ты становишься чистым, потому что изнутри что-то из тебя стекает. Слово Божие, которое растворенное верой, оно начинает истекать из тебя. Если я не верю Слову Божьему, оно никогда не может истекать из меня. Если твоя температура твоей бани низкая, ты никогда не пропотеешь. Вы знаете, есть люди поверхностные, которые изучают поверхностное Слово Божие. Они не допускают, чтобы Бог обличал их. Их температура, она очень низкая. Мы любим низкую температуру, она нас устраивает. Но только баня может очистить нас. Водная баня, процедура, которая очищает изнутри. И тут говорится через Слово, которое проповедано. Это не всегда приятное Слово, это Слово обличения, это Слово наставления, Слово утешения. Но еще есть Слово, которое мы должны принять. И Библия говорит, что если я не послушен этому Слову, оно не изменит меня. Проповедь. Потому что здесь говорится о проповеди Евангелия к церкви. Поэтому мы должны быть в церкви. Освящение происходит в церкви. Скажи, в церкви? Освящение происходит в церкви. Это столб и утверждение истины. Церковь – это место, где происходит мое освящение. И смотрите, есть три составляющие. Я вначале прочитал. Это наша плоть, душа и дух. Плоть, душа и дух. И они все должны быть освящены на разных уровнях. Это уровни нашего освящения. И вы знаете, когда Слово Божье падает в нас, дух, то мы освящаемся. Если Господь начинает говорить в наш дух, то мы освящаемся. Второе. Когда Слово Божье проникает до нашего разума, и мы начинаем его понимать, наш разум начинает работать правильно. Третье. Слово Божье исполненное и выполненное, когда мы начинаем просто его делать, исполнять в своей жизни, оно освящает наше тело. Я уже хожу другими путями. Я уже делаю другое. Я уже мечтаю по-другому. Я уже не делаю того, что я делал раньше. Это простые правила. Я не говорю сложную проповедь, потому что служить и освящение – это просто. Кто-то говорит о святости так зауалированно и так страшно, что Бог святой. Но я вам честно говорю, если бы это было так сложно, то Он не дал бы нам это освящение. Он бы производил его Сам. Но Он говорит, что это происходит посредством Слова. Смотрите, каким образом. В 12 главе Римлянам, 1 стих. Что я должен сделать со своей стороны? 12 глава, 1 стих. Предоставить свое тело в жертву живую. И так, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву. Какую? Живую. Святую. Что такое святость? Отделенность. Способность. Воспринимать этот мир? Нет. Это совсем другая. Святость – это значит быть отделенным от этого мира. Святую, благоугодную Богу для разумного служения. Предоставить тело. Другими словами, я не смогу освящение производить свое, если я не предоставил свое тело служению Богу. Поэтому мы понуждаем всех и говорим, ты еще не служишь в церкви? Давай, работай. Тебе надо что-то делать. Потому что таким образом происходит твое освящение. О, и испытания тоже, и проблемы, которые ты встретишь, потому что проблемы, которые ты встречаешь с братьями и сестрами, когда ты общаешься, это нормальные вещи. Это все освящает тебя, потому что ты сохраняешь себя, должен сохранять в любви. И ты ищешь ответы на эти вопросы. Освящение – это то, что должно происходить. В моем разуме происходит освящение. Вы знаете, многие, много, как бы, я жил в таком мире, я не знаю, в каком вы жили, но я жил в таком мире, что люди просто ненавидели друг друга. И я пришел в церковь, и я чувствовал, что какой-то здесь потвох все время. Кто из вас чувствовал всегда так? Первое время. Что где-то здесь меня обманывают. Где-то здесь скроется что-то. Где-то здесь неправда. Потому что так устроен мир. И мы не доверяли, мы смотрели с опаской к этому всему. Год походил, два, не обманывают. Все нормально. Жив, здоров, аллилуйя. Ничего нету такого неправильного. Продолжаю ходить. Изменения происходят не сразу в моем мышлении. Потому что я не сразу соглашаюсь с тем, что в церкви хорошо. Я понимаю, что хорошо, но все мое внутреннее говорит, что я не из этого мира. Потому что я не принадлежу к святости. Даже Исаия сказал, горе мне, я человек с нечистыми устами. Живу среди народа с нечистыми устами. Мне надо освящение. Мне надо то, что освящает мою жизнь. Мне надо то, что может изменить мою жизнь. Бог коснулся его уст. Он осветил его. И он говорит, так, теперь тебе больно. Тяжело. Ты страдающий плотью. Перестает грешить. Тебе плохо. Ты будешь жив. Вы знаете, интересная вещь. Если я не готов на страдания, то я неправильной церкви. Кто-то говорит, я пришел от страданий. Аллилуйя, брат. Но вы знаете, что Бог выводит тебя на новый уровень. Потому что когда ты начинаешь страдать, твое освящение, оно совершается. Страдать в чем? Ты ограничиваешь себя от определенных дел, поступков. Ты должен ограничить свою плоть и поставить стену. Ограничить общение с теми людьми, которые развращают тебя, которые называются, будто бы они святые. Но суть не таковы. Которые говорят, что они такие. О, они начитались всякой литературы. Послушай внимательно. Это развратные люди. Бигет таковых. Первый псалом. Мне очень нравится первый псалом. Он всегда меня настраивает на правильные вещи. Но он говорит об освящении плоти. Со временем это перерастет в твой дух. Я не религиозный человек. Я знаю, что мы должны общаться. Но, послушайте, есть общение поверхностное, а есть, когда человек в твою душу залазит. Вы знаете, когда поверхностное общение? Привет, пока, как дела? Ну, хорошо, все хорошо, до свидания. А когда ты открываешь душу, и этот человек начинает врачевать тебя, изменять тебя, менять твою жизнь, и ты понимаешь, что здесь что-то не то, а он блудник. Не может быть общения у тех, которые во грехе со святыми. Не может быть общности у света со тьмой. Мы должны освящать друг друга. Освящение. Смотри, давайте прочтем еще одно местописание. Первое Коринфянам, третья глава. Мы сегодня много будем читать. Первое Коринфянам, третья глава. Вы устали уже меня слушать, да? 3,17. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм, скажи, храм Божий – это я. И он должен быть свят. Это воля Божья в твою жизнь. Другими словами, если я его разрушаю сам лично или кто-то пытается разрушить его, того карает Бог. И это не происходит в будущем. Это происходит сейчас. Это может происходить в твоей жизни в данный момент, если ты грешишь. И Библия говорит, что удалите от себя беззаконие, удалите всякий грех. И что Бог приблизится в твою жизнь. Он изменит, начнет говорить тебе. Многие не получают некоторых вещей в своей жизни. Знаете почему? Потому что вот это место ключевое в твоей жизни. Храм Божий свят. Ты святой. О, послушайте, священство очень важно в церкви. И мы должны быть святы. Святы во всех делах, всех поступках. И вы знаете, когда человек согрешает, и грех, он должен омываться кровью. И каждый год первосвященник приносил жертву за грех. Вы знаете, что это каждый год происходило? Кто-то говорит о том, что я не грешу, я верующий в Иисуса Христа. Я уже знаю все. Но послушайте внимательно. Они тоже один раз приносили жертву, но второй раз, это во второй год. Третий раз, в третий год. И они каждый раз приносили жертву за грех. И они не знали, какой грех может быть они совершили, но они совершали эту жертву. У нас есть ходатай Нового Завета, это Иисус Христос, который совершил эту жертву. И мы можем прибегать к нему, когда мы согрешаем. Но послушайте, дает ли это мне право грешить? Нет. Я должен искать выхода из той ситуации, в которую я попал. И Павел говорит, горе мне. Я человек очень плохой. Плоть моя прилежит злое, я хочу грешить. А в законе мысли мои, размышления, я хочу жить по закону, по Слову Божьему. Что мне сделать? Как мне быть? Первое, что нужно сделать. Освящение происходит через Слово Божье. Я должен научиться пребывать в Слове Божьем. Вы знаете, самое интересное, фарисеи начали спрашивать Иисуса Христа. Многие вещи, они говорили о святости закона, и они спрашивали о святости закона. Когда они услышали Иисуса, они сказали, этого невозможно исполнить. Знаете почему? Потому что, когда ты слышишь о святости Божьей, Бог есть свет, и нет никакой тьмы. И если ты хочешь встретиться со своим Богом по-настоящему, тебе нужно осветиться. Тебе нужно стремиться к этому. Давайте прочтем еще 1 Коринфянам 6 глава. 1 Коринфянам. Вы знаете, о святости Библия говорит больше, чем о чем-либо. Новый Завет больше, чем все остальные книги Ветхого Завета. Знаете почему? Потому что цель есть наше освящение. 6 глава с 9 стиха. Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует. Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследует. И таковы мы были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Смотрите, что происходит. Мы оправдываемся именем Иисуса Христа и Духом Святым. Для чего дан Дух Святой? Для освящения. Посредством Духа. Слово Божье есть Дух. И есть еще вторая часть. Это Дух Святой, который освящает нас, Он производит нас. Он ставит нас в определенные обстоятельства, дабы мы были освящены. И вы помните, что происходило с Иисусом Христом, когда Он пришел, вышел на служение, был крещен Духом Святым? Кто из вас помнит? Был поведен в пустыню. Для чего? Для освящения. Нет, не освящение там написано, там искушение от дьявола. Но искушение нужно нам пройти для того, чтобы освятиться. И Библия говорит, если происходим мы через определенные искушения в нашей жизни, это испытание для того, чтобы определить, освящен ли я в этом или нет, свят ли я в этом или нет. Освящение происходит как испытание в моей жизни. Это то, что может дает сложности. И если ты проходишь какие-то испытания в своей жизни, то послушай внимательно, это просто освящение, которое Бог ожидает от тебя, чтобы ты уже... Вы знаете, у вас было такое ощущение, что вы наступаете на одни и те же грабли. Зачем я это сделал опять? И зачем я это сделал опять? И все время обстоятельства... И это не зависит от вас. Это зависит от обстоятельств, от людей или еще от кого-то. Я не говорю о том, что вы согрешили. Но эти обстоятельства приводят вас к тому, чтобы вы научились проходить эти искушения, которые приходят к вам, для того, чтобы вы были освящены, чтобы Бог дал вам нечто большее. Потому что святость – это мы движемся от святости к святости. Святой доосвящается еще. Скажи, еще. Еще. Помните эту песню у Васечика? Слава. И еще. Святой доосвящается. Мне нравится эта песня. Но святость – это то, что Бог желает от нас. Если эта святость и не будет внутри нас, если она не будет произведена в нас Духом Святым, через обстоятельства, которые мы прошли, то это не святость. Святость – это то, что Иисус дал вам. Это не умноженное, не увеличенное. Это не тот плод, который Он ожидал. Это Его семя, которое Он вложил в тебя. Но плод, который Он ожидает от нас – это святость. Святость в поступках. Есть другой уровень – это наши мысли – не соглашаться со грехом. Люди, которые смирились со грехом, уже их тяжело обличить. Вы знаете, что людей невозможно обличить, которые думают, что они правы, уверены в том, что они правы? Это разрушается простым Словом Божьим, верой в Слово Божье. Другими словами, принятием решения, что Слово Божье есть истина, и все остальное – ложь. Что бы ни проповедовали другие люди и говорили другие люди, все остальное – ложь. Слово Божье – истина. Все, что не относится к Слову Божьему, не относится к Слову Божьему, я не буду пускать в свой разум, если я не познал истину. Истина – есть Слово Божье. И вы знаете, некоторым тяжело это усвоить, поэтому я некоторым запрещаю – не читайте никакой литературы пока, не прочитайте Иванлия. Потому что Иванлия приводит нас на святости, а литература приводит нас к определенным делам, поступкам и достижениям определенных людей, которые они имеют. Я не хочу иметь достижения людей без святости Божьей, но то, что Он определил мне, я хочу иметь. Будьте святы. Ефесянам 1 глава. О, с Ефесянами мы много почитаем. Так что открывайте. Ефесянам 1 глава. Мои мысли, они побеждаются кем-то. Или же я побеждаю в своих мыслях. Благословен Бог, 3 стих. И Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе, всяким духовным благословением в небесах. Скажи, всяким духовным благословением надо оттуда все забрать. Я хочу все взять оттуда и принести сюда. Есть то, что открывает нам те благословения. Вы знаете, святость – это открытые окна небес. Некоторые молитвы отвечаются, потому что они люди святые. И они получают то, что должны получать. Святых молитвы отвечены. Все молитвы. Библия говорит, что Бог не слышит беззаконного. Тот, кто находится во грехе, Он его не слушает. Может, Он и слышит, но Он его не слушает. А святого Он выполняет. Поэтому Иисус говорит в 15 главе Иоанна, Он говорит ученикам, что «Если пребудете во мне, и заповеди мои в вас пребудут, освященные истиной, да, то чего не попросите во имя Мое, Я то сделаю». Просите, и да, она будет вам, Он говорит. Поэтому истина – это то, что открывает тебе окна небесные. Я прошу, чтобы вы записали это себе. Если ты не видишь отвеченных молитв в своей жизни, значит, где-то у тебя есть что-то, что надо изменить, чтобы святость пришла в твою жизнь. Освящение. Если пил, не пей. Да. Жил. С кем попало? Не живи. Хватит уже. Все, конец. Это блуд. Это нечистота. Мы потом думаем и рассуждаем, как это может быть. Вы знаете, я удивляюсь, но церковь, она должна быть святой. Она светильник, который светит. Она то, что притягивает других людей. И вы знаете, если церковь не имеет святости, это не Божья церковь. Мы должны быть святы и непорочны. Тут написано так же, как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним людьми. В любви предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Святы и непорочны перед Ним как? Другими словами, даже если я не ощущаю, и вот некоторые испытания, которые вы проходите, вы не получаете, и я доволен этим даже, мне хочется, конечно, дать всем все по любви. А Бог говорит, не делай это, потому что я хочу, чтобы они были святы и непорочны передо мной в любви, чтобы они не переставали любить меня, когда я не дам. И если даже лоза не принесет плода, то и тогда я буду любить Тебя, да? Я буду поклоняться Тебе. Я не отрекусь от Тебя, Господь. Некоторые ощущают только одно испытание. Все, меня обилили в церковь, я ушел. Это не святой человек. Ничего страшного, ахай уходит. Он не прошел испытание, в следующий раз придет. Бог проводил его через испытание. Вы знаете, что ни мы испытываем, ни пастырь, ни я, ни вы, ни ты. Мы должны следить за собой, чтобы мы были святы. Мы должны следить за тем, чтобы не обидеть кого-то, потому что это тоже есть признак святости. Но если он обиделся, то что сделаешь? Вы знаете, что есть еще такой момент, когда сплетни разносятся? О, сплетни это признак нечестия. Это не святость. Это полное отсутствие святости. Поэтому в Библии говорится о наушнике, что если ты видишь наушника, который тебе на ухо что-то шепчет за брата, что? Да будет побит камнями. Это по закону. Поступать по закону. Святость и освящение должно происходить четко и ясно. Слушай, не слушай таковых, потому что приятен звук, приятны слова наушника, потому что он будет говорить тебе, слушай, ты такой классный, а все такие плохие. Давай пойдем и согрешим. Он не будет так говорить, давай пойдем согрешим. Ты даже не понимаешь. Он скажет тебе, слушай, ну здесь церковь не та, учение не то, дух не тот, сила не там то. Вы знаете, все говорят одинаково. Я слышал уже всех. Я еще не видел ни одной церкви, чтобы приходили люди и были довольны. Но Библия говорит, таких удаляйся. Таких удаляйся, потому что твое дело освящения. Я хочу, чтобы Слово Божие, оно проникало в мое сердце, оно изменяло мое. Я хочу, чтобы температура кипения в моей бане была такая, что она прочищала мои поры. Но я через наушника не даю этому происходить. Не допуская этого. Непорочный пред Ним. Вы знаете, как Бог определяет нашу непорочность? Вы помните когда-нибудь, когда в Ветхом Завете приносили ягненка? Они сначала приносили перед священником, и он должен был проверить, есть ли у него недостаток, пятнышко или еще что-то, хромой, не хромой, здоровый или нездоровый, все ли зубы на месте. Эта непорочность говорила о том, что эта жертва угодна. Физические достатки. Но тут говорится о непорочности перед Богом. Кто говорит о нас, как непорочности, и кто проводит нас? Библия говорит о Духе Святом. И о пастыре-начальнике Иисусе Христе, который смотрит и усматривает нашу непорочность. И Библия говорит, что мы должны не отвратить слух от того, который говорит нам и обличает нас изнутри. Если ваша совесть вас осуждает, то коль паче Бог. Другими словами, если я внутри не освящен, если внутри во мне еще есть грех, и я борюсь с ним, я должен каяться, я должен раствориться, я должен взять пост, молиться и просить у Бога прощения. Не обвинять всех вокруг, не искать себе спаспешников, таких же, как я. Потому что некоторые так ищут. Знаете, пастырь один согрешил, в Фейсбуке написал, нашел кучу поклонников, помощников, и теперь он уже супер пастырь и так далее. Ну, почему? Потому что таких, как ты, полно, но святых мало. Будьте святы, потому что Бог свят. Святость это отделенность от мира, это поступать по Слову Божьему, жить Словом Божьим, мечтать Словом Божьим. Если я пребываю в нем, я хочу измениться, я хочу поменяться, я пришел в церковь ради этого, послушай. Если я не меняюсь какое-то время, я уже переживаю. Вы переживаете? О, слушайте внимательно. Если вам нравятся тусовки до сих пор, я когда молодой был, мне нравились тусовки. Но на тусовках я не искал себе жену. Я знал, что она должна быть в церкви. Кто из вас это понимал? Потому что моя бабушка мне говорила, что верующие, они самые лучшие жены. Братья, не ищите на тусовках жен. Советую. найдете себе проблему. Или же, если она не придет в церковь, то она затачит вас куда угодно. Но некоторым повезло. Они нашли и привели их в церковь, а потом все совершилось. Ну, это нюансы, это бывает такое. Это бывает. но это не закон, это не правило. Вы понимаете, о чем я говорю? Святой должен искать там, где он должен пребывать. Давайте Ефесянам откроем следующую главу, вторая глава, можно. Непрестанно благодарю Бога моего, вспоминая вас в молитвах. 16 стих. А, первая глава. Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа при мудрости и откровении к познанию Его и просветил глаза и сердце вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его. И какое богатство славного наследия Его не для всех. Для кого? Скажи, для святых. Наследие для святых. Еще раз. Наследие славное для святых. Еще раз. Наследие славное для святых. Аллилуйя. Я святый, ты святый. Слава Богу. Мы святы, потому что мы стремимся к этому. Наследие Его для святых. Не для всех. Какое славное наследие для святых. я хочу, я хочу, чтобы наши глаза открылись по-настоящему, чтобы мы увидели, насколько мы имеем благословение в нем. Дочитаем дальше. Эфесянам продолжаем. И моя жена уже показывает мне на время, что я должен заканчивать, и она молодец. Аллилуйя. Давайте, Эфесянам третья глава. Ну, давайте уже быстрее. восемнадцатый всего. Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли со всеми святыми постигнуть, что широта. Вы знаете, только святые знают любовь Божию по-настоящему. Они пребывают в любви Божией. Если человек находится во грехе, он может ощущать на себе любовь, но они не знают ее. Знание любви и познание любви Божией, это когда ты можешь в полноте ощущать на себе ту близость Божью, близость, которую Он хочет дать тебе по-настоящему. Давайте дальше. Четвертая глава, двадцать четвертый стих. Ускоряемся, а так не надо, наверное. И облейся в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости и истины. Смотрите, облегся, это не значит совлечься, это значит стать другим. Прообраз этого, вообще послание эфесянам, если вы почитаете, он говорит о том, что мы должны осветиться, стать новыми, другими, по-другому мыслить, жить по-другому, облегся в нового человека. И вы знаете, наша брань святых, это против нечистой силы, нечистых духов, злобы и так далее, не против людей. Если вы до сих пор воюете с людьми, значит, вы еще не святы. Мы не святы, если мы воюем до сих пор с людьми. Есть люди, которые делают нам зло по-настоящему. Если мы обижаемся до сих пор на людей, значит, у нас нет святости. Святой он не думает об этом. Он думает о том, как бы изменить ситуацию, чтобы сделать для этого. Он борется с бесами. И вы знаете, святой человек, как поступает, если его обидели, прощая, он даже собирает угли, когда делает добро этому человеку, правда? Собирает угли на голову. Но угли это не в том смысле, как угли, а что все-таки может по сути дела, если вы понимаете, есть уголь, который с жертвенника, который может осветить его разум, который осквернен этим миром, как уголь, который коснулся Исаии, уст его, и он осветил его уста. Так этот уголь может... я понимаю, что есть разные истории, но тут говорится об угле, который может осветить мой разум, осветить мою полноту. Я вам хочу сказать, что освящение происходит людей, когда они общаются со святыми людьми. Почему мы хотим стать лучше? Потому что мы святы. почему мы становимся хуже? Потому что общение наше говорит о том, что мы плохие, а наше общение должно быть с Иисусом Христом. Поэтому, когда мы молимся, мы приходим на молитву и мы просим у Бога Господь освети нас, очисти нас. И он начинает нам говорить, он начинает обличать нас, говорить нам то, что нужно изменить в нашей жизни. И вы знаете, то, что фессалоникийцам написано. Я прочту все-таки, потому что я должен это прочитать. Хоть и Наташа говорит о времени мне. Четвертая глава. Давайте еще раз. Четвертая первая. Затем, братья, просим, умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы принесшие от нас, как должно вам поступать и угождать Богу. Более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы делали, дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше. Скажи, воля Божия есть мое освящение. Ты хотел знать волю Божию? Освящайся. Это твоя воля Божия. Это моя воля, Бог говорит, для тебя освящение. освящение во всем, во всей полноте, моих мыслях, моих, в моем духе и в моей плоти. Вы знаете, я не перешел еще к плоти, ко многим вещам, потому что внешнее тоже очень важно, потому что как мы внешне служим. И вы знаете, священники носили одежду, специально носили одежду, это прообраз внешнего освящения. Если священник не покрывал себя полностью одеждой, он мог умереть, и Библия говорит, он мог умереть, принося жертву Богу, его даже привязывали веревку за ногу, для того, чтобы вытащить оттуда, потому что боялись туда зайти, потому что никто, кроме священника, не мог зайти в святое святых. И вы знаете, у него там висели колокольчики, и они слушали, пока колокольчики шевелятся, все в порядке, пока движение есть, все в порядке, одежда говорила о святости, поэтому я вам хочу сказать, братья и сестры, мы должны быть и внешне, и в одежде благоперестойно и чинно выглядеть, потому что когда некоторые приходят в церковь, вы знаете, ну, мы должны хорошо выглядеть в церковь, на служение нельзя в трусах приходить, нельзя приходить некрасивым, надо стараться, потому что это говорит о том, как ты относишься к тому, кто здесь присутствует, здесь присутствуют люди, но здесь также есть Бог, поэтому священник должен облекаться был для Бога, это не было для людей, он был один на один там, и он облекался для Бога, он одевался в эту одежду, и он носил эту одежду, и он не мог снимать ее до определенного момента, потому что он одевался для Бога, когда мы одеваемся, вы думаете, что вы одеваетесь для людей, но я вам честно скажу, когда вы идете в церковь, вы одеваетесь, когда вы общаетесь с Богом, поэтому, ну, культурнее молиться, когда ты одет, о, можно ли молиться, когда ты раздет, можно, когда ты в ванной один, Бог внутри, да, все хорошо, аллилуйя, но, где двое или трое собраны во имя, он среди нас, он не внутри, он здесь, внешне очень важно, фессалоникийцам, 4 глава, ибо воля Божия есть освящение, чтобы вы воздерживались от блуда, что значит воздерживались, воздержание это признак освящения, святости, многие люди не понимают, что такое воздержание, воздержание это значит, когда я держусь, когда я не делаю того, что является грехом, воздержание от блуда, чтобы каждый у вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, вы знаете, для чего вообще пост? Тренировка святости для того, чтобы чести, для того, чтобы если придет тяжелое время, ты мог противостать, если ты во время поста ругаешься со всеми, бьешься, делаешь, что хочешь, занимаешься, чем хочешь, слушай внимательно, это не пост, пост это тренировка в святости, и если в твоей жизни пост занимает тяжелое место, ты должен научиться поститься, воздерживаться от еды для того, чтобы не злиться, воздерживаться от еды для того, чтобы не блудить, не грешить, загоняешь свою плоть в рамки для того, чтобы плоть твоя подчинялась тебе, а не подчинялась похотям, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братьям своим противозаконно и коростолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали, что такое святость, это когда мы не поступаем в мыслях неправильно по отношению к братьям и сестрам, не согрешаем, если у нас есть в мыслях неправильное отношение к брату или сестре, или мы не раскаялись в этом, это не есть святость Божия. И Бог желает, чтобы мы осветились и чтобы мы оставили тот грех, который мешает нам войти в Его святость, Его присутствие. И я заканчиваю 23 стих 5 главы. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте ваш дух и душа и тело во всей ценности до сохраняться. Вы знаете, освящение это то, что сохранится в твоей жизни, то, что должно храниться в твоей жизни. Не допускай, чтобы кто-то похитил твою святость, твою особенность, потому что Бог создал тебя и призвал тебя в особенное царство, чтобы ты служил Ему. Вы знаете, ангелы некоторые, которые не соблюли свою святость перед Богом, они были низвергнуты. Если Бог с ангелами так поступил, если мы не соблюдаем своей святости, не ограничиваем себя от того, что должно быть, что Бог сделает с нами? Вы знаете, мы, я столько уже в церкви прошел времени, и я видел, как люди приходили, уходили, падали, погибали, умирали, жили, умирали, шли к Господу. Я знаю многих людей, кто-то соблюдал святость, и он шел к Богу, а кто-то не соблюдал святости. И вы знаете, я знаю, что тот, кто не был в святости, их место я могу определить четко, я могу сказать вам четко, каждый человек, который не находится и не освящен Богом, не просвящен, не раскаялся, он идет в ад. И есть место, которое приготовлено для тех ангелов, которые не явили и не были в святости Божьей. Они находятся в аду. И там же будут находиться злые люди, пьяницы, бийцы, блудники. О, вы знаете, нам неприятно это слышать, но это правда так. И если мы сейчас не осветимся, если мы не раскаемся в своем сердце, если мы не начнем стремиться жить по-новому, то моя жизнь, она не изменится. Лучше бы я не ходил в церковь, все равно погибну. но я пришел в церковь меняться. И я хочу, чтобы вы поняли меня. Послушайте, может это звучит грубо, но если ты хочешь быть в церкви, а хочешь и хочешь оставаться во грехе, то тебе не место в церкви. Тебе место на улице. Здесь не место для врачевания, здесь не хоспис для того, чтобы умирающие здесь спасались, проводили свою жизнь, здесь место воскресения и новой жизни. Если ты пришел для этого, тебе нужно принять Иисуса Христа. И Библия говорит о том, что мы освящаемся Иисусом Христом, принявший Его через искупительную жертву однократно, но цель нашей жизни сохранить это освящение, что Он сделал для нас. И мы не хотим уже грешить, мы не хотим жить во грехе, мы не хотим жить в блуде, мы не хотим жить во зле, мы не хотим больше говорить плохих вещей, мы не хотим находиться в этом. Бог хочет, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним. Если наша святость как запачканная одежда, я как-то увидел это видение, вы знаете, как будто такой красивый-красивый хитон, и такие пятна черные, красные, синие, и вы знаете, оно все портит, и оно непригодно для того, чтобы стоять перед Богом. Если наша одежда как запачканная одежда, если наша праведность как запачканная одежда, если наша святость как запачканная одежда, то Бог хочет сегодня осветить тебя в полноте. Он хочет дать тебе эту свободу, чтобы ты начал мыслить правильно. И это не произойдет в одном мгновении, тебе надо изучать Слово Божье, молиться, просить у Духа Святого, чтобы Он открыл тебе, что и как делать. И Библия говорит о том, что послушанием истины осветить себя. Послушанием. Потому что некоторые хотят быть непослушными, но быть святыми, это невозможно. Я пришел в церковь, я хочу быть послушным. Я хочу быть послушным Слову Божьему, я хочу быть послушным пастырю, я хочу быть послушным тому ведению, которое Бог дает церкви. Но если я непослушен, послушайте, что произошло на небе? Там произошел простой бунт. Они стали непослушными. Они были святыми, но непослушание сделало их несвятыми. И вы знаете, самое интересное то, что люди, которые уходят из церкви в непослушании, неповиновении, и вроде у них все хорошо, и они говорят, а мы святые. они просто не прошли испытания, испытания в послушании. Если ты проходишь какое-то испытание в своей жизни, тебе нужно просто укрепление, подкрепление, и освящение происходит через Слово Божие. Мы сейчас будем молиться. Давайте встанемся. Если ты хочешь в своей жизни, чтобы пришла святость, чтобы пришла чистота, это невозможно без Иисуса Христа. Тебе нужен Иисус. Если ты веришь уже в Иисуса Христа, ты знаешь, как обращаться к Нему, ты не согрешал против церкви, тебе не надо выходить сюда, тебе не надо выходить на это место, но если ты еще не выходил ни разу, тебе надо покаяться, сказать Иисус, очисти меня, омой меня, Твоя кровь, которая была провалита за нас. она освящает нас, очищает нас. Тебе нужно это принять, Его жертву, чтобы начать новую жизнь, тебе нужно принять Его жертву. Без этого невозможно. Многие люди думают, что я могу сам исправиться, я могу сам измениться, бросить что-то. Да, ты можешь, но ты не станешь святым. Твои мысли, они выдают тебя. Твоя жизнь, она выдает тебя, кто ты был. вы знаете, Бог, Он избрал каждого из нас для того, чтобы мы были святы. Тебя, меня, прими это сегодня, прими это сегодня. Если ты желаешь покаяться перед Богом, подними свою руку, я буду молиться с тобой. Если желаешь, хорошо. Кто еще? Я подожду еще. Слава Богу. Выходи сюда. Выходи. Не бойся, не бойся. Давай, выходи.